Анастасия Павлюченкова Генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров тоже продолжат работу в «Ладе», сообщает официальный сайт клуба. Латышский тренер возглавлял клуб в двух предыдущих сезонах. «Лада» занимала 13-е и 14-е места восточной конференции КХЛ и ни разу не пробилась в плей-офф. За 110 игр команда под его руководством одержала 41 победу. В грузинском Тбилиси завершилось юниорское первенство Европы по сумму. В нем участвовали 290 спортсменов из 13 стран. В составе сборной России в соревнованиях выступала самарчанка Мария Климова, ставшая бронзовым призером. Мария боролась за медали возрастной группы до 23 лет, весовая категория до 92 кг. В полуфинале она уступила соотечественнице, а в борьбе за третье место победила соперницу из Венгрии. По итогам первенства Европы до 23 лет сборная России получила 12 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медали. Уроженка Самара Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира в Рабате победила американку Ларуэн Дэвис со счетом 6-4, 3-6, 6-3. Поединок продолжался 2 часа 12 минут. 25-летняя Анастасия, занимающая 16 место в рейтинге WTA, сделала 2 эйса, 5 двойных ошибок, реализовала 6 брейкпоинтов из 9 и проиграла 5 геймов на своей подаче. За выход в финал Павлюченкова поборется с итальянкой Сарой Ирани. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!